Сегодня я вам хочу представить Вадима Чернодрова, известного и спритывателя аномальных явлений. Он писатель. Ну и во всем остальном он расскажет вам, что же его привело к нам сюда в Карелии. Для вас удобнее, чтобы я стоя или сидя разговаривал. Хорошо. Тогда, с вашего позволения, краткое предисловие. Я, конечно же, обязан поблагодарить всех, кто принимал участие в исследованиях. Чтобы вы не ассоциировали все успехи на мой счет. Неудача, как бы сказать, конечно, естественно, это моя. Где-то может быть оплошность. А вот что касается успехов, конечно, это общее дело. В экспедиции данные конкретно для меня это уже 700 экспедиция. То есть понятно, что, в общем, какой-то некий опыт, так сказать, приобретен за более чем три десятилетия экспедиционной практики. Но со мной принимали участие добровольцы, как специалисты, так просто, ну, выражаясь современным языком, волонтеры, а я по инерции пользуюсь словом, просто добровольцы, энтузиасты. Из Москвы, Петрозаводска и района, о котором идет речь, района, где произошли события, позвавшие нас в дорогу. Началось это событие как в лучших традициях фантастического жанра. Наверное, можно было бы начать историю однажды в начале зимы, в темную-темную ночь, в глухой Карельской тайге, что-то упало из космоса. Ну, и дальше, так сказать, как история будет продреваться, как, чем она закончится, я очень надеюсь, так сказать, что мы не только доживем до чистого финала, но и, может быть, нас еще будут ждать еще не один сюрприз. Сюрпризов было много. Значит, здесь в зале присутствует, ну, минимум, еще одна участница экспедиции, всего было 8 человек, это Мария Семенова из Москвы. Чуть позже подойдет, возможно, еще один или два, поскольку у нас время ограничено, люди заняты, так сказать, организационными делами, связанными с нашими исследованиями. Часть проб, которые мы привезли, уже обещана конкретным исследователям вашего замечательного города, а часть проб, я надеюсь, сразу после нашего заседания, ну, может быть, я не убегу, может быть, там, какое-то время мы еще поговорим вне аудитории, но время все-таки у меня, несмотря на то, что хочется остаться, конечно, подольше в городе, времени на дела достаточно ограничено, и я должен еще, так сказать, успеть за этот день правильно отдать в нужные руки нужным исследователям эти самые пробы. Ну, оставшиеся, соответственно, как вы догадываетесь, будут вывезены в Москву. Что произошло в лесу, точнее, рядом с островом, название которого я прошу вас не упоминать до того, как это основное тело не будет привезено, наконец, в цивилизацию. Название острова и координаты, это единственное, что я не буду открыто оглашать, хотя тайны для представителей властей, для тех, кто будет этим заниматься, конечно, делать не буду. Несмотря на то, что этот глухой район, это глухой район, 5 метров, 5 километров от берега, от ближайшего населенного пункта, еще, еще дальше, ближайший населенный пункт, это Полга. Несмотря на это, местные жители, которые встретили нас очень радушно и за все время нашего пребывания, у нас не было, ну, как-то сами собой растаяли мысли о какой-то фальсификации, о какой-то корыстной цели, там, розыгрыши. И вообще, вот, о чем-либо негативном, связанном с этими людьми. Они восприняли это как, не знаю, не просто подарок с небес, это их гордость, которой они гордятся. И, несмотря на то, что это глухое место, я совершенно спокоен, хотя, так сказать, покидаю Карелию на время, что незаметно вытащить это тело невозможно. То есть, местные жители, как местные жители за этим местом следят, я опущу этот момент. Ну, просто на всякий случай, как бы сказать, считайте, что случайно обронил эту фразу, я убежден, что похитить его невозможно. Ну, незаметно имеется в виду. Но, тем не менее, доставать его нужно. Но на этом, извините, я сделаю небольшую паузу, чтобы, может быть, вернуться к хронологии событий, потому что я уже говорю о найденном теле, как, как сказать, о факте состоявшемся, что, в общем-то, абсолютно соответствует действительности. Значит, но мы, приехав в Карелию, по сообщениям, которые мы, так же, как и вы, получили из прессы, сначала сообщения эти были достаточно противоречивые. На основе этих сообщений и мы, и другие аналитики с тем или иным опытом делали самые разные заключения, в основном ошибочного характера, конечно. Ну, это, конечно, в первую очередь связано с недостатком информации. Было выдвинуто, если вы не против, для того, чтобы не забыть упомянуть ни об одной версии, я просто извожу блок-схему исследований так, как я это помню. Мне не нужно микрофон говорить, вы все слышите нормально. Значит, я изложу, дабы не забыть блок-схему исследований, которые, естественно, мы держали в уме, для того, чтобы не забыть исследовать и проверить ни одну из имеющихся версий. Для чего? Ну, к сожалению, негативный опыт в этом плане у нас есть. Очень часто выезжая на исследования, нас ждет сюрприз. По каким-то привычным нормативам, методичкам и правилам. Редко приходится иметь дело, когда исследуешь что-то непонятное. Поэтому очень часто мы и все другие совершаем ошибку, забывая проверить какую-то версию, которую потом, впоследствии, по истечении времени, проверить уже невозможно. Ну, и исследователи, историки сокрушаются и, как бы сказать, корят исследователи, что вот зря они там в 1900 каком-то лохматом году на Дунгусске не проверили там какое-то вот измерение не сделали. Вот, чтобы это не было сделано, мы проверили все версии. Значит, выдвигалась последовательно рисуем. Конечно же, первая версия, которая прозвучала, была метеоритной. Вот, вы уже поняли, эта версия дальше, через некоторое время, превратится для нас в рабочую версию. А сейчас уже, я думаю, что это состоявшийся факт. Это уже, кстати, для меня неоспоримо. Вторая и очень распространенная версия фобия, ракетная, близость к космотрому, который, так получилось, находится чудесным, я бы сказал, просто случайным образом на трассе полета этого тела. Но это случайное совпадение. Я думаю, что это, так сказать, мы не будем особенно на этом останавливаться. Была версия, связанная с НЛО, в основном, конечно же, она была вызвана недостатком информации и тем, что объективных свидетельств в свою или иную версию, ну, просто не было. Была версия о том, что это взрывчатое вещество какое-то было использовано, соответственно, земное взрывчатое вещество. И звучали версии геодезические, так или иначе, около геодезического и геофизического плана. В основном, это выбросы газа, взрыв какого-то газа. Ну, и еще несколько версий, так сказать, более экзотических, которые я опущу. Если кого-то, кого-то, кто-то заинтересуется, то, может быть, мы вернемся сейчас, я не буду на них останавливаться. Значит, все эти версии были разбиты на разных классах подвиды. Значит, в частности, что касается метеоритных версий, то для проверки, для поиска метеорита, необходимо было идти, поскольку у нас был очень большой недостаток информации, точнее, информации вообще было, практически не было, необходимо было идти по трем направлениям поиска, ориентируясь на поиски железного или железокаменного метеорита, ну, железосодержащего, объединим эти два класса в один, на поиски метеорита или метеоритного тела, у которого нет содержания железа, основной класс, это каменные метеориты, ну, и такой новый, относительно спорный класс, это тективные, ну, напишу, каменные, да, для простоты, поскольку это самый распространенный тип, и самый спорный, о нем я как раз, наверное, потом больше всего времени уделю, я напишу, это класс ледяной, никто не сомневается, что ледяные метеориты существуют, что кометы, это и есть, собственно говоря, те тела, которые в виде льда бороздят просторы нашей Солнечной системы, их много, значит, поводом нового интереса, всплеска интереса кометам, кометному веществу послужила недавняя высадка на комету Чурюмова-Герасиментка, на этом следили, так сказать, по всем, во всех странах, и так получилось, что практически одновременно, когда западные исследователи высаживались на эту комету, вот такой подарок с небес, им для полета на эту комету понадобилось немало средства и немалое время, а нам этот подарок достался совершенно бесплатно, главное, так сказать, правильно им воспользоваться. Значит, эти все три класса надо искать разными методами, понятно, что проще всего искать железные метеориты, и несмотря на то, что в процентном отношении они составляют всего 3% от всего падающего из космоса, поскольку их искать проще всего, вот этим заняты большая часть любителей, и случайно люди находят, из всех найденных метеоритов, больше, там, две трети, это как раз железный метеорит, из чего можно сделать вывод из этой статистики, что вероятность найти железный метеорит как минимум на два порядка выше, чем нежелезный метеорит, вероятность найти ледяной метеорит еще меньше, это, так сказать, редкость неописуемая, несмотря на то, что процентном отношении их падает сопоставимо с двумя остальными классами, почему, понятно, они тают, и довезти их до лаборатории в незамерзшем виде очень сложно, мы довезли в виде воды, значит, большой кусок, который там лежит, он, естественно, пока еще до конца не растает, он достаточно большой, и тает будет долго. Значит, ракетная версия условно надо делить на две подкатегории, на стартовый эффект, и на падение отработанных ступеней, и на падение космического мусора. Это два принципиальных разных класса событий, которые друг от друга отличаются естественным направлением полета, старты и стартовые попадения, то есть аварии при падении, в основном происходят с направления запад-восток, по крайней мере, в Плесецкий все падающие ракеты летят не к вам, а, так сказать, к вашим региональным соседям, к Архангелам Городцам. А вот что касается падающих, то есть тех частей, которые прилетели с орбиты, отработанных ступеней, сгоревших, недогоревших частей, это все, так сказать, летит в основном как раз с противоположного направления. Значит, наше тело, вы уже знаете, летело, как бы сказать, со стороны восток. То есть, грубо говоря, вот если бы кто там, в Плесецке, чего, конечно, я как специалист, как раз в ракетной космонавтике, понимаю, что это невозможно, даже, так сказать, в силу какой-то аварии, так далеко ракете, если бы случилась авария, конечно, просто не позволили бы вылететь. Но, тем не менее, так сказать, констатируем, что тело прилетело с востока. Что касается версии НЛО, их огромное количество. Я просуммировал все эти версии, все версии участникам экспедиции, объяснил, на что надо обращать внимание, на какие критерии, условно разделив эту большую версию на две. Ну, на случай, если какой-то техногенный аппарат, опять техногенный аппарат, только разница в том, наш или не наш, один случай, или один вариант, когда происходит падение, то есть, соответственно, есть шанс на какие-то обломки. Сразу скажу, я не сторонник желтизны и какого-то, так сказать, хихиканья на этой достаточно скользкой теме. Таких случаев вообще за мою практику было порядка 75 проверено за все годы достоверными. То есть, большинство случаев в космопоиске, вообще, и я лично, все, что связано с НЛО, примерно на 90, иногда до 99% всех случаев объясняется банальными, то есть, соответственно, не НЛОшными, не аномальными причинами. Поэтому степень ответственности за те или иные выводы далеко, так сказать, не желтая у нас. Поэтому, надеясь на то, в тайне, что технологии российские получат какую-то, так сказать, подсказку в виде чужой технологии, это нормальное, так сказать, дело для наших инженеров заниматься обратным инжинирингом. Такой опыт, так сказать, у нас есть изучать непонятные предметы ни иной технологии. Но, что называется, вероятность этого, понятно, была очень маленькой. Значит, мы ее тоже, так сказать, пытались рассмотреть. Тем не менее, забегая вперед, скажу, что причин, как бы сказать, строить, городить тайну, по крайней мере, в этом направлении, у меня сейчас нет. Значит, отдельно смотрели случаи, случаи, рассматривали случаи, не катастрофного плана, но, условно говоря, просто воздействия. То есть, кто-то пролетел там, какое-то воздействие оказал, улетел, то есть, никакой катастрофы нет, поэтому ничего принципиально не изменилось. Значит, отдельно, может быть, я сюда эту версию включу, просто потому, что, как бы, эта версия рассматривал, и эта версия уникальная. У этой версии нет названия, условно ее можно назвать «Корбазевский феномен». Случай, который произошел в Карелию в апреле 1961 года, буквально через несколько дней после исторического старта Гагарина, этот случай, я, может быть, не буду на нем останавливаться, потому что он оказался, так сказать, в данном случае не сработавшим. Этот случай уникальнейший, больше в мировой практике его, так сказать, аналогов не случалось. И когда я услышал, что на льду озера появились не только дырки, но и еще поврежден берег, а это был как раз ключевой момент вот этой «Корбазевской» истории, которая до сих пор, условно сказать, не объяснена, несмотря на то, что государство, то есть в то время не энтузиасты, а государство с привлечением водолазов, привлекло большие силы военных, изучало этот феномен. Вот несмотря на это, так сказать, этот случай остался так и неразрешенным. И когда произошло событие на Байкозере, то же самое Карелия, вроде бы на первых сгод те же события, конечно, я втайне надеялся, что, наконец, благодаря свежему случаю, как и с имеющимся каком-то заделом, мы разгадаем эту старую древнюю загадку. К сожалению, не случилось, и будем ждать повторения этого случая. Не знаю, когда оно случится, может быть, вообще не случится, но в любом случае, вот этот «Корбазевский» вариант, он тоже, так сказать, имелся в виду, но когда мы попали на место, поняли, что не в этот раз, что называется. Значит, что касается взрывчатых веществ, конечно, ассортимент взрывчатого вещества огромный, но условно, можно было разделить на, опять же, два направления поисков. Это какой-то военный след. Да, войны в этом, военных действий в этом глухом месте не было. Это, так сказать, очевидный факт, но, в принципе, потерять авиабомбу случайному самолету такой, так сказать, не нулевой шанс был, поэтому эта версия рассматривалась. Кроме того, в региональной корейской прессе появилось сообщение о том, что, такое, как бы сказать, легкое подозрение, переходящее в уверенность, что на самом деле виноваты во всем местные жители, которые глушат гену рыбу и, ну, просто, видимо, перебрали с количеством чего-то, я имел это не то, чтобы подумали о взрывчатке, и сделали вместо там маленького взрыва большой взрыв. Значит, поэтому я пишу здесь две версии, то есть, стационарная какая-то или военная. военный боеприпас и безополучный, соответственно, браконьерский боеприпас. Военный и браконьерский. Они отличаются, естественно, в одном случае наличием осколков, в другом случае, ну, и тот, и другой случай, как минимум, наличием следов взрывчатого вещества. Ни того, ни другого, забегая вперед, конечно, там нет. Значит, мало того, с местными жителями, как только мы приехали, я имел, сначала, так сказать, забросил им для того, чтобы решить вот этот вопрос, чтобы быть уверенным, что мы не приехали и, как бы сказать, как намеки не повелись, а все гораздо проще, и то ли нас обдурили, то ли мы сами себя обдурили. Вот чтобы не случилось этого, как бы сказать, ложного следа, я с местными жителями разговаривал и, как бы, объяснил нашу задачу. Мы не следователи, мы не прокуроры, наказывать никого не будем. Мало того, у нас так же, как у врачей, существует своя этика. Мы не выдаем, как врачи не выдают врачебной тайны, если им сообщают, так сказать, свои личные истории, так и мы не выдаем, если очевидец сообщит что-то, так сказать, очень ценное, очень важное, мы не выдаем, если он попросит фамилии и, надо сказать, очень многих очевидцев я до сих пор, так сказать, держу в голове и памяти, так сказать, я рад, так сказать, что нам иногда доверяют это, то, что не могут доверить по понятным причинам следователям или прокурорам. Вот специально забросил эту, так сказать, мудрую мысль, что если вы хотите, чтобы вас потом не посадили, то лучше скажите сразу, мы это, так сказать, замнем, просто мы поймем, так сказать, что это ложный след, уедем, объясним, в чем, так сказать, ситуация. Но зато вас не посадят. А вот если мы сами докопаемся, тогда уже, извините, как бы сказать, фамилии мы легко можем сказать. Тут никакой противоречий с этикой уже не будет. Ну, геофизических версий было очень много, но в основном они все крутились вокруг двух тем. Это гипозиза с выделением газа, ну и, соответственно, без выделения газа. Нам нужен был критерий, простой и понятный, на уровне таком, чтобы доброволец, прошедший, так сказать, пятиминутный инструктаж, на морозе мог выполнить четко задачу. Вот поэтому по каждому из этих случаев были вновь составлены краткие рекомендации, на что обращать внимание. Значит, очень быстро все эти случаи стали один за другим, так сказать, опровергаться. Выделений газа никаких. Это было понятно. Значит, с остальными геофизическими гипотезами сложнее, но, тем не менее, так сказать, большинство из них отмелось. Что касается взрывчатых веществ, ни оболочных, ни осколков, ни безоболочных, там следов взрыва не было найдено. Мало того, взрыв носил характер, это было видно, очевидно, ну, на первый взгляд, что взорвалось быстро летящее тело. То есть, если бы это очень условно, если бы это был какой-то боеприпас, то это должен был боеприпас, летящий, условно говоря, на гиперзвуке. То есть, ракета земля-воздух или воздух-земля, или сбившаяся с курса воздух-воздух, в принципе, как бы сказать, теоретически, я сейчас не беру сказать, посчитать скорости, как бы сказать, понятно, что скорости наших ракет заведомо меньше, чем скорость того тела, которого идет встреча. Но в любом случае, взрыв, очевидно, был направленного типа. То есть, соответственно, при всем желании, так, условно говоря, швырнуть со страшной скоростью гранату или боеприпас для подрыва рыбы, конечно, невозможно. В общем, эти версии отмелись. В процессе до последнего дня находились версии другие геофизические, просто потому, что они были сложнее. Что касается версии НЛО, то последовательно, начиная с Хорбозерского феномена, они также не нашли подтверждения. Что касается ракетной версии, то не пусков, как только выяснилось дата и время направления азимут падения, как бы проверить наличие пусков, на тот момент, было уже, так сказать, делом совершенно простым. Поэтому стартовый эффект мы отмели. Что касается падения отработанных ступеней на каком-то витке или космического мусора, они характеризуются, естественно, в первую очередь, какими-то обломками конструкции. В случае, если это топливные ступени, то характеризуются, естественно, разливом компонентов горючих. ни того, ни другого найдено не было. Особенно меня просили местные жители, их это очень волновало, и местные власти районные, обратить внимание, в первую очередь, на это. То есть, условно говоря, нам пить воду из этого озера, нам можно ловить и есть рыбу из этого озера. Вопрос совсем не праздник, учитывая, что рыба в заливе, о котором идет речь, пропала на несколько дней. То есть рыба исчезла. Это действительно. Но пусть, если это интересно, с этим разбираются экологи. Я думаю, что рыба ушла из-за взрыва. Скорее всего, стресс, конечно, сказать, что стресс был, это не сказать ничего. Скорее всего, рыба была в заливе просто оглушена. То есть, наверное, ее погибло много подо льдом. но если она отошла, так сказать, она отошла. Если нет, если она отошла и живая, то я думаю, что она надолго, конечно, не будет рисковать приклывать обратно. Но сейчас ситуация там с рыбой нормализуется. Рыба хоть чуть-чуть меньше, чем раньше, но рыба вернулась. В этом плане поводов для волнения нет. Значит, отдельно скажу по ракетной версии следов характерных для разлива ракетных компонентов, а именно керосина, несимметричного диметилгидрозина, азотного тетроксида в простонародье гептила, там нет. Значит, соответственно, эти версии, в том числе версию космического мусора, нам пришлось отместить. В последний день осталось фактически вы видите слабая надежда на какое-то сочетание геофизических факторов, очень сложных. У каждого второго геофизика есть свои представления, что может теоретически твориться подкинуть земля. Это, так сказать, долго, наверное, можно было бы разбираться. Но так или иначе, в последний день мы занимались только вот этими тремя версиями. И в конечном итоге, в последнем момент, можно сказать, когда взяли уже пробы, поняли, что по крайней мере рассчитывать на железный метеорит нам не приходится. Это хорошо и это плохо. Одновременно плохо, то, что тяжелее искать, но легких путей никто не обещал. хорошо. С другой стороны, объясню. Метеориты, естественно, они представляют огромный интерес для науки. Я думаю, что об этом так или иначе не знают. Мало кто представляет почему. Но в любом случае, это не только престижно для изучения научной общественности любого государства, но есть еще и своеобразный такой рейтинг престижности уже статусности. Есть таблицы рекордов такие, официальные, неофициальные в количестве, в массе найденных метеоритов. К сожалению, и этот факт мне не дает покоя все последние десятилетия, к сожалению, России нет в десятке лидеров в этой, так сказать, гласной и негласной таблице рейтингов. И найти, так сказать, метеорит хотя бы, чтобы Россия каким-то местом, желательно, не последним вошла в эту десятку. Конечно, это мечта, так сказать, любого человека, который знает об этом престижном занятии. Есть отдельно таблицы для всех метеоритов, лидер там, метеорит ГОБА в Намибии, есть таблицы по подвидам. Значит, судя по массе объекта, о которой я сейчас все чуть позже скажу, мы не претендуем с этим объектом на первое место в общем рейтинге, но в случае, если метеорит каменный или хотя бы железокаменный, то там массы для того, чтобы войти в тропе призеров и даже чтобы победить, весьма скромные. Масса нашего, вашего, нашего общего достояния близка вот к этой рекордной отметке. То есть иными словами, вы уже поняли, что я в общем даже не то, что намекаю, я прямым текстом говорю, это не просто национальное достояние, это шанс вот некого, так сказать, престижа нации, который упустить, было бы чрезвычайно плохо. Что для этого сделать? Я как бы своим мыслям, если позволите, потом скажу. Значит, что касается массовой оценки. Значит, до последнего момента мы вот вчера еще может быть видели какие-то видеозаписи, которые делали журналисты, которые к нам доезжали в эту глушку. До вчерашнего, точнее уже до позавчерашнего дня, мы видели это тело только на экране эхолоза. То есть, оно под нами, 4 метра воды, дно, на дне воронка и еще под воронкой, еще параметров находится какое-то инородное тело. Причем видно, мне, по крайней мере, это понятно с экрана, что это тело находится в поврежденном грунте. То есть, в том грунте, это не камень, который там лежал испокон веков на дне озера, карельские камни, естественно, это не редкость, но это не тот случай. Это этот предмет, ну, к слову сказать, это еще один участник нашей экспедиции, Михаил, он ваш землян. И я напомню, были исследователи из Москвы, Петра Позаводской и вся вежим. Значит, вернусь к повествованию. Мы видели этот предмет, этот объект еще позавчера только на экране эхолота. Вот в силу того, что то есть обнаружили его, прозондировав достаточно большой район. Я покажу, как это на фотографиях выглядело. И, так сказать, несмотря на то, что мы находились над ним на льду буквально в общей сложности в 6-7 метрах, конечно, дотянуться, руки короткие. И основной поиск дальнейший, физический поиск осуществляли наши добровольцы, так же, как и все, собственно говоря, дайверы из Петрозаводска. Это дайверский клуб Водный мир Ваттерволд. Если кому интересно, найдете, я ничего плохого не вижу, если услышите, что называется, из первых уст, как это все выглядело. К сожалению, сами дайверы, которые вместе с нами сегодня ночью вернулись с Петрозаводска, сегодня вечером уезжают. Поэтому у вас либо время до вечера, либо подождать надо, не знаю, недели-две, когда то их возвращение. Значит, пока это единственные люди, которые видели или как минимум щупали это тело. Мы оговорку только сделали, мы видели это на экране все вместе, визуально глазами, так сказать, это могли лицезреть или щупать, или щупал, так сказать, оценивать размеры и габариты этого тела. Только те, кто опускался на дно. Значит, что касается этого тела, то естественно нас, да и многих, наверное, волновало к вопросу о его размерах, о его массе, о котором я уже, так сказать, упоминал. Всего было сделано, всего я сделал три разных способа оценки размеров и массы этого тела. Первый связан с нашим же опытом недавним, 15 февраля 2013 года, собственно, год назад, нашумел на весь мир Челябинский метель, и один из его обломков, подчеркиваю, не Челябинский, обломок Чебаркульский, упал в Чебаркульское озеро, рядом с городом Чебаркуль. Значит, известно мы там были, известно, что он сделал промоенную дыру во льду размером 6 на 8 метров. После многочисленных долгих попыток его достать, его достали, и о точной массе до сих пор идут споры, ну, примерно он весил за 600 килограмм, 670 плюс-минус несколько десяток килограмм. Значит, это спорно, потому что такое безмена легкого, чтобы такую штучку измерить, в общем, понятно, что не в каждом городе можно найти. Значит, легкое соотношение математическое, если вы составите, 670 килограмм делают дыру диаметром в среднем 7 метров, в нашем случае диаметр, диаметр, так сказать, понятия относительно, размер, уточненные размеры этой самой промойны, не 15 на 20 метров, о которых сообщали, это приблизительный на глазок размеры, мы измерили 50-метровой рулеткой, понятно, что без рулетки 50-метровой подойти и измерить эту воронку изначально было невозможно, трехметровой просто не хватит, другой в наличии не было, поэтому вот упоминавшиеся цифры, которыми изначально я тоже пользовался, 15 на 20 метров, они не соответствуют, значит, оточеные данные, 19 на 29 метров, то есть это как минимум в несколько раз больше, чем промойна дырков в озере Чебаркуль, соответственно, мы вправе во столько же, если не больше, увеличивать массу предполагаемого тела, разумеется, это достаточно вольная трактовка, потому что размер дырки, как гидродинамик, как аэродинамик, я говорю, она зависит в большей степени не от массы, а от скорости, которую мы пока не знаем, но она достаточно большая, сопоставимая, по крайней мере, в любом случае, если там 670 килограмм в озере, в Ик-озере, мы вправе рассчитывать гарантированно за тонну и, так сказать, надеяться, что за 2 тонны может быть, ну, хотя бы, так сказать, в тройке лидеров, а может быть, даже рекордсменками. Последний вариант, естественно, гарантировать нельзя, но надеяться нужно и, по крайней мере, я надеюсь. Значит, другой вариант подсчета массы был более сложный, я не буду на нем долго останавливаться, он связан с тем, как далеко вылетели обломки. Значит, я опустил по рукам обломки льда, который вылетел из-под этой воронки. Значит, я вкратце, чтобы показать иллюстрации, я напомню, о каком месте идет речь, Сегишский район, Выкозеро, к слову сказать, само по себе место замечательно, это десятое подлечение озера Европы, и размер здесь имеет значение, уникальное. Значит, дело происходило на восточном берегу в районе полки, на отмеченном пункте. Ну, если говорить о хронологии событий ваши коллеги из России, я не буду утверждать, кто первый туда поехал, это может быть и вопрос престижа, поэтому, конечно, поехали местные журналисты, вот благодаря им, по крайней мере, я первый раз увидел, что это не розыгрыш, увидел какие-то подробности, благодаря чему, это, так сказать, вам слова благодарности, или вам, или вашим коллегам, вот благодаря подсказке, что это не розыгрыш на уровне новогоднего или первомайского и первое апрельского, я понял, что все серьезнее, чем, так сказать, предполагают люди, и доводы, которые я слышал, в частности, что это не может быть метеорит, потому что все же видели, как летит порядочный метеорит, имеется в виду в Челябинске, он должен с грохотом лететь, а здесь о грохоте не сообщалось, следовательно, это не метеорит, ну и дальше, и дальше это дало возможность для рождения всех этих других версий, вот, забегая вперед, скажу, вот отсутствие большого количества очевидцев и отсутствие, самое главное, большого количества сообщений о звуках, о взрывах, объясняется очень просто, значит, если вспомнить, о каких местах идет речь, болоте со стороны востока по отношению к полке мы имеем практически не то, что необитаемые, ну, по крайней мере, малообитаемые районы, здесь очевидцев найти чрезвычайно сложно, их там просто нет, значит, тело прилетело с востока, со стороны необитаемой или малообитаемой территории, время для наблюдений, скажем так, не совсем удобное, это 8 часов утра, было, это примерно за час до рассвета, то есть, людей на улице не было, вот, ну, соответственно, количество регистраторов, мобильных телефонов, видеокамер на квадратный километр, а может быть, на 100 квадратных километров, здесь на несколько порядков ниже, меньше, чем в Челябинске, в городе-миллионнике, поэтому ничего, на мой взгляд, удивительного, что мы не имеем большого количества очевидцев, в этом ничего удивительного нет, второй фактор, который здесь сыграл роль, не надо забывать, что метеориты бывают разные, два метеорита друг на друга не похожи, и ожидать, что прилетит копия Челябинска, ну, условно говоря, это меньше всего стоит, вот на это рассчитывать, каждый метеорит, это свой нюанс, этот метеорит летел почти не слышно, теперь мы об этом знаем, и основной звук, который он произвел, был звук удара о поверхность, в данном случае удар о лёд, значит, очевидец, очевидцы нашлись, ну, оказалось, просто неправильно, как бы, давали наводящие вопросы, то есть, если местным жителям сказать, вы слышали вот, что-то такое, описать им Челябинский метеорит, конечно, не слышали, всё, вопрос снят, то есть, просто не там или не так искали, люди слышали, люди видели, либо свечение, либо звук, значит, мало того, звук был очень необычный, и я с таким не сталкивался до сих пор, и первоначально, как бы сказать, он меня поставил в тупик, когда человек, находящийся в полге, объяснил, что звук удалялся в сторону районного центра, то есть, дальше на запад, как бы сказать, предположить, что тело ударилось о лёд, и дальше продолжило полёт, вот если бы, как бы сказать, я не сумел объяснить этот момент, то мне бы оставалось констатировать, что либо очевидец что-то перепутал, либо это, извините, случай с МЛО, потому что ни одна ракета, ни один метеорит, ударившийся о землю или о лёд, продолжать полёт не будут, они останутся в виде обломков здесь же, то есть, это может сделать только сверх какая-то феноменально прочная конструкция, то есть, наши незнания, как бы рождают, вот какие-то, так сказать, выводы, гипотезы, преждевременные об НЛО. Ну, к счастью, данный феномен объяснился, очень просто, так сказать, на уровне аналогии с железной дорогой, если вы будете стоять во время маневровых работ на железнодорожной станции, и рядом с вами локомотив, стоящий состав ударит, звук, удар будет от первого вагона, между первым вагоном и локомотивом, а затем по цепочке пойдёт волна звука вплоть до хвостового вагона. Ну, многие слышали вот эту, так сказать, череду звуков, удаляющихся. С чем была вызвана череда звуков, удаляющихся от полги на запад? Выяснилось, как только, так сказать, мы увидели это место. Оказалось, что удар был такой силой нанесён в пяти километрах от берега озера, что лёд передал усилия, это ещё один участник, ваш дебляк, один из педайверов, принимавших участие в подводных поисках, Андрей. После того, как тело ударилось под небольшим углом в лёд, оно передало, естественно, часть льда превратилась от удара в пар, в пыль, в труху и исчезла, и больше не фигурирует нигде, но оставшийся лёд передал вот это динамическое усилие, очень мощное, и как цепочка бильярдных шаров на бильярдном столе передаёт от шара к шару динамический удар, или как вот аналогия с железнодорожным составом, лёд, испытав мощный удар сверху, сверху под небольшим углом, лёд передал это мощное кинетическое динамическое усилие, ну как минимум на несколько километров. То есть мы наблюдаем здесь огромные трещины, вызванные этим мощным динамическим ударом, и сколько, так сказать, хватало глаз, мы не ставим своей целью дойти до районного центра, до противоположного берега, ну просто потому, что лёд, чем ближе к фарватеру, тем был тоньше, наверное, всё-таки этот динамический удар дошёл, ну как минимум, километров на 30, но это чисто, так сказать, моё такое очень умозрительное заключение, потому что если бы озеро встало полностью, он бы прошёл до берега, ничего остановить, вот такой мощный, резкий толчок компрессионный, который вызывает многокилометровые трещины, ничего остановить, кроме как промойна, не может. Когда этот динамический удар по льду встречал на своём пути какой-то остров, ну по крайней мере ближайший остров, он передавал это усилие, как вот с аналогией от вагона к вагону или от шара к шару, он передавал это динамическое усилие на остров, в результате чего на этом острове, о котором идет речь, мы видели две продольные трещины, то есть сопоставимость, как бы сказать, я как человек, который видел последствия землетрясений, понятно, что это не сейсмоопасная зона, но ощущение было, что мы имеем последствия, ну как минимум удара землетрясения там 5 баллов и выше, но это конечно очень локальная точка, то есть не надо думать, что 5 баллов там было в ближайшем населённом пункте, как минимум на этом острове, я думаю, что заведомо выше, чем 5 баллов. Но главный феномен, вот первый феномен, первая изюминка, первое, на мой взгляд, невероятное вот такое несовпадение, а никогда ранее не встречавшееся в мировой практике событие, это действительно так, аналогов его просто нет, чтобы падающее метеоритное тело, да и вообще не важно какое тело, просто такого не было, чтобы из-за мощного резкого удара взломать лёд, превратить огромное озеро, десятое увеличение в Европе, превратить в сетку трещин. Сами понимаете, одно это уже говорит о том, насколько сильный был удар. Значит, но это, так сказать, не единственный был сюрприз. на фотографии члены экспедиции, в том числе здесь присутствующие, это дорога до озера, до острова, в общем, понятно, что туда сейчас добираться можно только вот таким, привычным, может быть, для местных жителей, для кого-то экзотичным видом транспорта. Это вид на эпицентр с соседнего острова, как бы сказать, чтобы вы, кто не был там в этих замечательных местах, чтобы вы хотя бы представили себе, как это выглядит в целом. То есть, метеорит летел, по рисунку видно, со стороны востока, вот примерно под таким углом, чуть-чуть не долетел до острова. Вызвал здесь динамическое усилие на лед, и вот дальше, несмотря на то, что этот удар вроде прошел через узкую косу, но он продолжится еще как минимум на несколько километров. Вот такое, кстати, замечательное место. Хорошо, эта возвышенность нам дала возможность панораму снимать, крайне мере, представление о том, что находится вокруг. Это наш базовый лагерь, вот слева, справа, точнее, сам лагерь, где на костре мы выжигали образцы, часть из которых вот здесь лежит, не часть, они все здесь лежат, часть, точнее, образцов выжигали, поскольку мы знали, ну, по крайней мере, по предыдущим опытам, по случаю с Чебаркульским метеоритом, мы знали, что какой бы прочности тела не было, если оно падает в лед, оно из-за большой скорости соударения оставляет, оно крошится, поверхность его, от поверхности откалывается иногда, мельчайшие иногда микроскопические частицы, и чтобы собрать эти частицы, есть два варианта, все в мире приезжают, все исследователи, все поисковики метеоритов приезжают летом, и только, мы в России приезжаем зимой, потому что, по крайней мере, в случае с поисками следов на льду, это очевидно, приезжать летом, чтобы собрать обломки, выпавшие на поверхность льда, уже, естественно, поздно, поэтому, первое, на что я населивал наших добровольцев, это собирать, на достаточно большой площади, это было сделано, с помощью снеговых лопат, снимали верхний слой снега, который нападал позже, он нам не нужен был, и вот, нижний слой снега и верхний слой льда я просил очищать, и собирать с него любые посторонние предметы, значит, посторонних предметов на льду быть не должно, как вы понимаете, ну, в обычном случае, в данном случае, все, что лежало на поверхности, либо было обломками метеорита, например, в Чебаркульском случае, так оно и было, то есть, мы собирали, вот вдоль, вокруг полыньи, в озере Чебаркуль, мы собирали мельчайшие частицы метеорита, размерами, там, миллиметр, два, три, меньше миллиметра, в данном случае, я убежден, часть образцов, которые мы собрали, в результате, с разных мест, относительно, этой самой, воронки, вот эти самые находящиеся посторонние предметы на поверхности льда и есть частично обломки взорвавшегося, ударившегося метеорита, но частично, к сожалению, нам немножко фактура этого события испортила, так сказать, однозначность такого решения, частично это взвесь, это частицы дна, которые из-за взрыва, конечно, тоже вылетели из воронки, но они тоже здесь легли, тоже, так сказать, вокруг лежат, поэтому, исследователям, я заранее говорю, кому мы будем передавать эти образцы, предстоит нелегкая задача, отсеивать обычный песок от необычного, необычной частицы, частички, черного цвета, по крайней мере, я вижу, так сказать, очень дежавюр, такое напоминающее челябинские обломки, здесь они есть, но, естественно, яйкой сепарации в полевых условиях пока не проводил, предоставляю, так сказать, желающим этим интереснейшим трудом заняться. Значит, далее, было проведено, я уже сказал, эхолоцирование дна, вообще, так сказать, очень многое из того, что делалось, делалось импровизировано, как вы понимаете, для того, чтобы прозондировать дно, вовсе не обязательно какую-то сверхэксплюзивно, дорогую аппаратуру вести, вот, в полевых условиях сделали, из того, что нашли, и, поверьте, работает, конечно, никто так, эхолот, вот, вот, именно, таким образом не использует, но и случай, понятно, нерядовой, поэтому это, большинство исследований делалось из, естественно, стандартных приборов и снаряжения и оборудования, которые пришлось, переделывать нестандартно. Вот процесс, в частности, как выглядел процесс сбора выпавших оскоков с поверхности озера, ну, кто-то, кстати, собирал сахковой лопатой или механическим способом, то есть, были такие обломки, которые пришлось извлекать ножом или каким-то железным предметом, а большинство обломков собрали путем перетапливания поверхности льда и нижней кромки снега. Значит, ну, естественно, большая часть внимания прессы и, да и, наверное, местные жители, конечно же, вызывали подводные поиски, потому что, ну, чем дальше, тем все очевиднее становилось, что сверху мы имеем шанс найти только обломки, а рассчитывать на основное тело надо внизу. Был, конечно, момент, ну, соответственно, вы видите рабочие моменты подготовки к спуску, которые дайверы, ваши земляки, производили. Это, собственно, момент спуска, моменты, рабочие моменты, дайверы после погружения, естественно, сказать, что это некомфортные, неегипетские условия, это не сказать ничего, понятно, приходилось, с этим, сушиться у костра, но одновременно с этим костром выполнял еще и важную миссию научную. Вот именно в нем было перетоплено большое количество льда и снега. Почему перетапливали? Обычно, ну, по крайней мере, в случае с Чебаркузским метеоритом, обычно мы это делали путем сбора снега и не перетапливания, а точнее вытапливания в комнатной температуре, то есть снег относили в комнату. Но здесь просто некуда было относить, поэтому пришлось действовать вот таким образом. Поэтому, конечно, может быть, на частичках это каким-то образом могло сказаться, но это надо учитывать. Координаты поисков. Обращаю внимание на то, что было замечено в районе падения надворон кручения достаточно мощная магнитная аномалия. Из-за чего с одной стороны это было и хорошо, потому что это еще один был фактор в пользу космического падения. Так обычно происходит, когда либо падает большое железное тело, в данном случае это было не так, либо когда упавшее тело переворачивает омагниченной полоской породы, и соответственно привычный магнитный фон, который складывался на этом озере, так же как везде на поверхности земли многими веками, тысячелетиями, миллионолетиями, вот этот привычный магнитный фон из-за того, что насильно переворачивают эти пласты, он резко меняется. Это было, еще раз говорю, это и хорошо, и плохо. Хорошо, что это еще одно доказательство, что здесь был мощный взрыв с выворачиванием подводных земных пластов. минус в том, что к сожалению те азимуты, которые были сделаны в рабочем порядке в первый день нашего прибытия, можно считать лишь условными. К сожалению, вот те азимуты, которые показаны на схемах, вы видели их, я пускал порядок, и придется уточнять примерно на 20-30 градусов. для меня это очень существенно, я это сделаю, но, как бы сказать, теперь уже не сегодня, а теперь спокойное состояние, здесь в день, может быть, через два. То есть, более точный азимут будет чуть-чуть позже. Но, в принципе, он, еще раз подчеркиваю, общей картины не изменит, тело действительно летело с востока, но, может быть, так сказать, плюс-минус несколько, там, 15-20 градусов придется, кстати, здесь включить. Принципиально это ничего не меняет. Вспомните, вспомните картину, карту событий, что 15-30 градусов на север, что на юг, везде болото, везде нет населения. Это, как бы сказать, несущественное. Как выглядит в один из приборов, эта сама магнитная аномалия, я наглядно специально сделал эту компоновку из трех фотографий, значит, на которых изображен, фотографии делаются в специальной программе, делаются через GPS, то есть, здесь данные координаты и привязка к сторонам света. Вот она, привязка. то есть, в данный момент камера и человек, который держит его как камеру, смотрит в направлении полета ориентир, вот эта березка одинокая, вот туда летела дерево, вот туда, в том направлении летел метеорит, значит, азимут не меняется, направление на всех трех кадрах не меняется, а вот показания магнитометра, наверное, нам придется по-другому это делать, а показания магнитометра меняются, причем очень существенно, видите, на верхнем снимке 340 азимут, на среднем 264 градуса, разбег очень большой, на нижнем 335, это за пределами любой погрешности и очень сильно, но разница в этих снимках, если вы обратите внимание, просто в том, где находится датчик вместе с человеком, для ориентира, вот мы достаточно далеко от места падения, вот она промоена на льду, вот мы над ней, и это тоже на некотором расстоянии от нее, то есть в зависимости от расстояния мы видим очень сильное изменение магнитного поля, еще раз повторюсь, это еще один штрих, еще одно доказательство в пользу метеоритной версии, против которой, это, кстати, все меньше и меньше, наверное, довода, собственно, их не существует, вот общая схема места происшествия, уникальна в том плане, что мы никогда не имели ничего подобного, и я предвосхищаю, наверное, предвижу, как на это будут смотреть метеоритчики, не имевшие никогда такого прецедента, единственный прецедент вот с дыркой во льду случился, да, он был, мы его видели, но ничего подобного с фигурным воздействием на лед мы не имели до этого, Чебаркульская дыра, это была просто дыра, куда бухнул метеорит, и он опустился на дно, и спокойно там лежал несколько месяцев, в данном случае фигура произошедшего очень сильно мне напоминает разнообразные фигуры, возникающие при воздействии при гидродинамическом ударе на воду с очень большой силой. Ну, некоторые такие физики, последователи физического арта, вот иногда фотографии делают, капли, как фигурно, так сказать, там выливаются, изливаются вверх, там возникают какие-то короны при ударе обычной капли или обычного предмета о воду, они подкрашивают эти фигурки, это выглядит иногда очень сюрреалистично, и кажется это нереально. Вот в данном случае мы действительно получили картинку, которую, если бы я увидел в каком-нибудь фантастическом фильме, я тут же, так сказать, врёт режиссёр, такого не бывает. И это правда, это не бывает, но это случилось. Какое-то редкое событие, вот редкое сочетание угла атаки, силы удара и вот сочетание погодных факторов. В результате не просто вылетела часть льда, и вы видите, из большой, достаточно овальной дыры во льду, большая часть льдин вылетела в направлении сектора полёта, то есть, примерно, под 45 градусов вправо, под 45 градусов влево. А часть льдин ударом загнала под лёд, и эти льдины находятся здесь. И вдруг, вот первое, что сообщает наш дайвер, отсутствующий, ну, один присутствует, второй, вот первый увидевший, это Дмитрий, который вынырнул первое, так сказать, такое фантастическое зрелище, которое он увидел. Вот здесь, вот, недалеко от воронки, всё нарисовано в одном масштабе, вы видите эту самую воронку на дне, от воронки до воды, открытой воды, уровня воды примерно 4 метра, воронка ещё на 2 метра глубиной, и ещё полтора-два метра под воронкой, под дном воронки лежит наше тело. Вот столько оно при ударе, ей пришлось, ему, объекту, ему пришлось пробить сначала лёд, потом 4 метра воды, а потом ещё 3-4 метра грунта. Поэтому, так сказать, вы можете примерно всех представить силу удара, и при этом сдвинуть многокилометровую цепочку льда на всём озере. Это тоже, так сказать, в зачёт этому метеориту надо не забыть поставить. Ну и, так сказать, нельзя не отметить его такой высокоэстетический арт-вкус, извините за такую вот похвалу метеориту, он создал из-за сочетания вот этих ударных и прочих физических факторов картину в виде, как сказал дайвер, который это увидел, в виде такой вот симметричной бабочки или самолёта с крыльями, выставленным под углом друг к другу. Симметричный самолёт или симметричная бабочка находилась и до сих пор в Словской находится. Она, конечно, тает. Температура воды здесь плюс один градус и лёд, льду положено при такой температуре плавится постепенно. Но он это делает медленно и пока что-то, кстати, это есть. Конечно, эта бабочка она не вечна. Я думаю, что она свой след уже в истории оставила и теперь мы можем сказать, такое может быть. Значит, как это случилось, я передрисую этот вопрос, так сказать, гидродинамиком. Я думаю, что при какой-то серии экспериментов с падением тела на лёд под разными углами, они эту картину могут воссоздать. И если воссоздадут, я уверен, это возможно только при определенных условиях. И они нам скажут, если, конечно, повторят все условия, они нам скажут, под каким углом был удар. Вот там, 5 градусов выше этого не будет, 5 градусов ниже этого не будет. Это, так сказать, абсолютно точно. Но какой градус нужен, я не знаю. Навскидку, говорю, около 30 градусов. Более точно я не знаю и никто не знает. Только его величество экспериментов для примера я напомню, именно вот таким способом, с помощью эксперимента, была, например, восстановлена картина событий, то есть угол атаки, угол взрыва и прочее на Тунгусске. То есть мы имели тоже бабочку, взрыв в тайге, при котором разметало в радиусе 30 километров всё. И этот вывал тоже был в виде бабочки. И вот когда впервые люди это увидели и поосознали, откуда вообще бабочка, вот это что? Это, так сказать, это такой ирония природы. Вот эта бабочка, как бы сказать, это, вернее, бабочка, это далёкий привет от взрыва 1906 года, до сих пор, так сказать, один из самых удивительных взрывов, я бы сказал, вообще самое удивительное событие 20 века. и много в том событии сейчас объяснено, я думаю, что это был ледяной метеорит, я имею в виду про Тунгуску, но некоторые моменты с Тунгуской до сих пор были не объяснены, в частности, вот как образуется эта бабочка. И вот, что называется привет из 1908 года, спустя столько, более чем, больше чем век, мы, может быть, получили подсказку про Тунгуску и новый повод задуматься. Вот такая, так сказать, удивительная, уникальная бабочка ледяная до сих пор живёт на дне, постепенно тая, исчезая, но всё ещё, она всё ещё существует. Вот, у меня, когда впервые дайвер объяснил, изобразил, и я попытался с его слов изобразить, у меня была первая мысль, что это, что, вот, эта бабочка, и, как он объяснил, борозда, которая идёт между двумя пластами льда, внимание, лёд не, не поднялся вверх, он не опустился вниз, он находится между верхним домом и дном, вот эта самая бабочка, она висит, ещё, ещё один штришок, ни сверху она ни на что не опирается, ни снизу ни на что не опирается. К сожалению, дайвер не может из-за очень узкого вот здесь места, не может осмотреть это место. Вполне может быть, что она закреплена каким-то образом балочным типом, то есть здесь она упирается, возможно, в грунт, но это единственное, что я могу предположить, потому что все остальные объяснения, почему так бабочка висит в воздухе, будут выглядеть уже несколько фантастично. Вот. Ну, вот на этой схеме я напомню, достаточно наглядно видно, как на острове располагаются динамические трещины, возникшие вот из этой мощной сейсмоволны, и далее в сторону запада, в сторону районного центра, думаю, немножко не достигая районного центра, то есть достигая фарватера этого озера, но сколько километров эти трещины длятся, я не знаю, я, так далеко, мы просто не заходили, лед не крепкий, если честно. Вот так выглядит общее представление о нашей воронке, так выглядит чертеж, схема этого места происшествия, которая, конечно, будет уточняться, вид сверху, вот она наша бабочка, вот она воронка с бруссером, то есть воронка несимметричная, она ударом, как бульдозер, немножко, так сказать, больше навалил грунта в направлении полета, значит, вот лежат основные льдины, вылетевшие, я попросил одного из наших исследователей посчитать общую площадь вылетевшего льда, потом посчитали общую площадь льда, которая взрывом засунула под лед, плюс еще к этому прибавил площадь этой бабочки, которая из того же самого льда состоит, то есть этот лед был когда-то на поверхность, его взрывом загнало туда вот в подледное пространство, и у меня, и это все я сравнил с общей площадью вылетевшего льда, то есть вот отсюда исчез лед и появился как минимум в трех местах, вот у меня все равно не складывается эта общая сумма, то есть недостаточно примерно в 20 квадратных метров, что это значит, пока не знаю, пока думаем, куда этот лед делся, примерно 5 метров я, 5 квадратных метров я прикидочно оцениваю, скорее всего превратилась в пыль, то есть ее просто найти невозможно, но куда еще 15 метров делось, я не знаю, это хорошо, ну схема вид взрыва, и вот напоследок вот так выглядит разрез самого, так сказать, интересного места, где и находится наш осаной скиталец небесный, он находится в том месте, где и положено быть именно в таком угле падения, то есть, как бы сказать, все по теории, все правильно, там, где смещена симметрично эта воронка, пример, все нарисовано в масштабе, масштаб вы видите, значит, та картина, которую рисует эхолот, так выглядит это инородное тело, внутри этого инородного тела, площадь, плотность которого близка к плотности воды, то есть, самый ближайший аналог, это может быть, это и может быть вода, только космическое происхождение, не обязательно комета Чурюмова-Герасименко, претендентов, многие миллиарды вокруг летает, что это за мелкая комета была и комета или вообще, так сказать, мы не знаем, но удивительно, но она принесла очень много, так сказать, удивительного, значит, да, мы знаем, что кометы бывают грязными, внутри них бывают камни, и в этом тоже есть камень, значит, ее надо извлекать, мы этого не стали делать, убедившись, дайверы, так сказать, прощупали это тело, оно действительно есть, и есть твердая фракция, то есть, большой камень, я сказал, вот третья оценка размеров этого тела, дайвер, утверждает, что это ширина той части, которую он может прощупать, то есть, естественно, он не может далеко там подниз-подрез, той части, которую он прощупывает, ширина может быть порядка полуметра, может быть чуть больше, но не метр, то есть, в пределах между метром и полуметром, может быть торцом, может быть, как-то, так сказать, вершиной торчит это аэродинамическое тело, все это, так сказать, в порядке предположений. сейчас извлекать это тело размером порядка тонны или выше мы не стали принципиально по двум причинам очень важным. Лед сейчас, в данный момент, находится в очень ненадежном состоянии, ГИМС нас очень слезно предупреждал не рисковать, вообще туда на лед не соваться, ну, предупреждения, может быть, не разымели действия, но логика, конечно, в предупреждениях есть, безусловно, это очень опасно, пока мы там были, лед периодически, так сказать, проседал под нами, несколько человек под лед проваливались, сушились у коства, ну, без, как бы сказать, последствий, ну, может быть, там простуда, но я имею в виду, без жертв или каких-то потерь. Значит, но в случае, если бы мы передвигались на снегоходах с перегрузом, я думаю, гарантированно бы мы ушли под лед вместе со снегоходом. То есть, местные жители в этом деле Асси, они следили, чтобы перегруза не было. Его не случилось, к счастью. Извлечь и транспортировать к берегу это тело в настоящий момент означает перегрузить сани и означает отправить его снова под лед. То есть, он гарантированно сейчас не доедет до берега. второй момент, его сейчас, если извлекать только каменное тело, я могу, может быть, и нарисовать, там, условно, в этом масштабе, оно вот, к примеру, такое. То, что имеет твердую поверхность и то, что точно не растает никогда. То есть, это не лед, это, видимо, камень, не металлический. Значит, и он, как бы сказать, точно попадет в какой-то музей. Сколько он будет весить? До тонны, выше тонны, не знаю. он очень много весит. Сейчас транспортировать его нельзя, поскольку он снова утонет. Во-первых, во-вторых, потому что без разрушения вот этого ледяного тела, которое уже начало подтаивать, почему-то, подтаив, оно не всплывает. То есть, видимая плотность этой воды, этого льда, другая, иная. Значит, это выяснится, когда это тело, так сказать, точнее, воду от этого льда проверят. Предыдущий раз, когда мы привезли растаявший лед космического происхождения, прошлый раз, это третий раз, так сказать, за всю многолетнюю практику случилось, я имею в виду, третий раз находили ледяной метеорит, но два предыдущих раза довозили только воду. делали анализ этой воды, он, в общем, больше похож на тяжелую воду. Вот в Новосибирском академии городки просто, кстати, обиделись, что их не предупредили, что вода была похожа на ту, которая есть в рубашке охлаждения ядерных реакторов. То есть, так не делается, как бы сказать, вы даете воду из ядерного реактора, не предупредив нас, это как бы так не делайте. Но когда они все-таки сравнили по изотопному составу, они поняли, что изотопы космические, это не наша, так сказать, вода. Я не, естественно, пока никаких анализов не проводилось, пока, навскидку, мы об этой воде или об этом льде знаем только со слов дайверов, которые, это, так сказать, прямая цитата, я очень надеюсь, вы, так сказать, может быть, с очевидцами напрямую поговорите, ну, прямая цитата, ничего подобного они никогда на дне не видели, чтобы вот эта вот гелеобразная масса вот так изменяла плотность структуру дна. когда через дно, пропитанное этой водой, видимо, тяжелой, которая не всплывает, они легко просовывали руку ровно настолько, насколько хватало руки. Они могли туда просунуть любой предмет на не глубину, на несколько метров. Настолько, так сказать, вот это, так сказать, видоизменено состояние. состояние. К сожалению, еще раз говорю, это тело тает. Любой лед земного происхождения превратился бы в воду и исчез. Его бы сейчас не было. Это при температуре плюс один существует в виде вот такого гелеобразного состояния. Если дожидаться лета, подытожим, вот так сказать, что мы имеем на сегодняшний момент. если извлекать сейчас, зимой, в смысле, в течение зимы, есть шанс, что при низкой температуре можно поднять все тело целиком. Хотите, так сказать, по отдельности камень большой, хотите этот лед, без проблем. Летом такого шанса не будет, потому что, несмотря на низкую температуру, этот гель рано или поздно рассосется в озеро, уйдет. И, так сказать, он станет недоступен. Нет, точнее, он только в одном случае доступен, вот здесь. Вот эти образцы, они, как бы сказать, доступны для любого исследователя. Но, это будет последний, так сказать, образец, который есть, если зимой второй попытки не будет. Если на лето отложить этот подъем, поднять удастся только этот камень. Если зимой, то есть шанс ввести всю ледяную голубу. Как ее хранить, как перевозить и все прочее, это, так сказать, наверное, техническая задача, но решаемая. Значит, напоследок скажу, лично мое мнение, вы поняли, я убежден, что это метеорит, спорить о том, так сказать, ледяной он, возможно ли ледяные в принципе, из чего они могут состоять или не состоять, это, так сказать, пусть специалисты обсуждают. Я считаю, мы свою часть мессии выполнили. Дальше, так сказать, возбудили к этому интерес, с вашей помощью, интерес должен быть, потому что случай уникальный, второго такого не существовало в истории, и, как бы сказать, как ни крути, его можно назвать одним словом, либо национальное, либо государственное, либо народное, но слово достояние здесь ключевое. оставить как есть, как бы сказать, непростительно во всех смыслах. Значит, кто должен, на мой взгляд, этим заниматься? Национальное достояние, это, как бы сказать, хорошо звучит, но кто конкретно, кто конкретно ответственный? Сейчас, прочитав в ваших сообщениях, в информационных агентствах сообщениях о том, что, цитата, не знаю, кто автор этого сообщения, но это была правда, я думаю, ученые этим заниматься не будут, вот, так сказать, сигнал, это, считайте, что вы этим сообщением взяли нас на слабо, не только будут, мы этим занимаемся, мы это, какую-то вот часть миссии сделали, но, кто будет заниматься дальше? Чтобы не сложилось впечатление, что мы монополизировали это занятие, или, так сказать, все дело под себя подтягиваем, все заслуги исключительно наши, нет, пожалуйста, так сказать, я считаю, что это дело должно попасть под личный контроль, ну, как минимум, руководителя республики. Приведу два напоследок примера, положительные и отрицательные. Когда дело было доведено до логического ума, и национальное достояние действительно стало национальным достоянием, и негативный пример, с которым лично я, так сказать, имел отношение. Ну, вы уже поняли, опыт большой, за 30 лет было всякое. Значит, положительный пример, губернатор города Чебаркуль, Орлов, наш хороший, так сказать, замечательный друг, знакомый, как бы сказать, самые радостные о нем воспоминания, я считаю, это тот державник, который, вот столкнувшись с таким событием, с нашими, не имеем какой-то маленькой помощью, там, ну, главное, загоревшись этой идеей, давем до конца ее. В результате Чебаркульское тело, напомню, меньше, чем здешнее упавшее тело, все-таки, несмотря на все трудности, было извлечено, и сейчас находится в музее. Есть негативный пример. То есть, иными словами, когда руководитель региона берет на себя ответственность, курирует это дело, он, конечно, нам жаловался, вот метеорит упал 15 февраля, когда уже годовой бюджет его регионов был сверстан, вот если бы он упал в декабре, тогда бы мы заранее в бюджет заложили бы деньги на подъем метеорита, и тогда бы решили этот вопрос. Он, конечно, как губернатор выкрутился, несмотря на то, что метеорит так его подставил, упав 15 февраля. Но, извините, ирония в том, что у вас упал метеорит 1 декабря. Бюджет еще не сверстан, так легкий намер. Есть негативный пример. Фамилию губернатора области, где произошло это событие, я называть не буду, но Челябинский метеорит, такая легкая ирония, на самом деле найден не был. Ответственным, так же, как в данном случае, были мы, то есть мы взяли на себя такую вот миссию, собрали добровольцев, так же, как и сейчас, бросили клич, народную мобилизацию, собрали людей, и бескорыстно прочувствовали леса. Мы вычислили, куда он упал. В район Верхнего Атляна. То есть тот кусок, который подняли, был маленьким по сравнению с тем, что рекордсменом, который в Верхнем Атляне до сих пор лежит. И в этот момент, когда энтузиасты, кстати, влекомые идеей бороздят уральские горы, казалось бы, да ничего не надо этим энтузиастам, просто, так сказать, скажите им спасибо. В этот момент этот губернатор, фамилию, которую я называть не буду, значит, ограничился тем, что пообещал подать на меня в суд. Если найденный метеорит будет увезен из Челябинской области. В результате, естественно, таких, так сказать, угроз очень разумный получился ответ. Месть состояла в том, что просто помощи вам не будет тогда. Занимайтесь сами, пожалуйста. Вот Верхний Атлян ищите, и будет, так сказать, ваш метеорит вовеки веков. Его не ищут до сих пор, и никому он не нужен. То есть его из области не вывезли. Все довольны, и национальное достояние где-то там до сих пор валяется. Пока, может быть, навечно теперь, потому что я этим заниматься не буду. Значит, одним словом, я очень надеюсь, что ваш губернатор проявит державность и возьмет и возьмет это дело под личный контроль. Привлечет он нас или не привлечет, никаких, как бы сказать, ретензий у меня нет, потому что свою роль и свою часть миссии мы выполнили. Если окажется, что это тело, как и до всего момента, окажется беспризорным и, как бы сказать, без конкретного ответственного, тогда нам снова придется взять инициативу в свои руки. Ну, что называется, давайте не будем доводить это дело до, так сказать, спасательных операций со стороны волонтеров. Это надо сделать красиво, научными методами без разрушения этого тела. И тогда национальное достояние будет украшать, не знаю, музей Петрозаводска или музей Москвы. Если это самое большое в мире, наверное, это должно быть, как царь пушка царь колокол, царь метеорит, наверное, должен, так сказать, соответствовать. Если он чуть поменьше, его место в национальном или каком-то другом, краеведческом, не знаю, это уже ваше дело, музей Петрозаводска. Но не в озере, которое десятое привлечение в Европу. Вот все, я на этом закончил, если перебрал время, извините. Коллеги, вы при вопросе? А какова толщина льда была? На тот момент лед был еще не очень крепкий, но от 8 до 15 сантиметров. Возле берега, естественно, толще, а это было возле берега. То есть там разница была. Вадим, скажите, пожалуйста, что вам дает возможность говорить, что это метеорит? Тезисно, что, во-первых, все наблюдаемые факторы, то есть направление полета, ударные звук удара, характерный выброс, что напрямую говорит о скорости падения, характерные для, что называется, как из классического учебника по метеоритике. Ну, учебника такого нет, но есть энциклопедии. Я пишу книги, вот, как бы сказать, объясняя, как должен выглядеть метеорит, я волей-неволей вот что-то подобное, так сказать, изображаю. Здесь получилась картина воронки, классика, а вот бабочка, вы знаете, ни один фантаст такого не придумает, что подкинуло природу. Такого ни я не мог себе вообразить, и думаю, что никто не мог. Ну, в общем, одним словом, все характеристики из классики по метеориту присутствует за исключением тех деталей, на которые обратили внимание ваши земляки, которые говорили, это не может быть метеорит, потому что он не шумел, как там Челябинский. Я объясню, почему не шумел, не буду к этому возвращаться. То есть, чем вы можете объяснить такой угол вхождения? Обычно метеориты ходят под более перпендикулярными углами к земле. Не совсем так, значит, угол вхождения очень сильно зависит, естественно, от взаиморасположения траектории полета и двух траекторий Земли и метеорита. Значит, естественно, добавляется к этому еще скорость вращения Земли. Земля вращалась навстречу движению этому телу, то есть, их взаимно скорость, естественно, при этом увеличилась. Вот, то, что угол я оцениваю примерно в 30 градусов с достаточно пока приличной плюс-минус как бы погрешностью, я знаю, ну, пока, так сказать, это вычисляется. Это отдельная тема, но в любом случае ничего в этом невозможного нет. К слову сказать, угол наклона Челябинского метеорита был еще меньше. То есть, иными словами, это еще не рекордные цифры. Вот, угол наклона, кстати говоря, того тела, про которое я ссылался, на котором не остановился, был вообще близок к нулю, то есть, он почти настильно то ли летел, то ли двигался, то ли еще что, я имею в виду корп озера. Ну, правда, там вопрос открыт, что же там какое-то, упало, и упало ли вообще, оно не найдено. Значит, поэтому, ну, так случилось, вот, если коротко про угол наклона. Могло быть круче, могло быть, могло быть менее круто. Я извиняюсь, вы сказали, что угол наклона часто вот близок, близок почти к вертикальному. Да, с оговоркой, это случается после так называемой точки задержки, когда земная атмосфера настолько тормозит летящее тело, что оно теряет свою космическую скорость, и уже дальше летит по растильной траектории, ну, как обычный падающий камень. Иногда даже вертикально. Но, с оговоркой, если проходит точку задержки, здесь удар был такой силы, уникальны, в истории не описаны никогда. Что даже, так сказать, никаких сомнений в том, что тело сохраняло еще хорошую динамическую скорость у меня нет. То есть, точки задержки оно не прошло. Не сомневайтесь. Максим Алиев, Людмисов? А вот это вот ледяное тело, в случае того, в случае, если оно растает, и вот эта вот предполагаемая тяжелая космическая вода попадет в озеро, она каким-то образом может изменить химический состав озеро биологический состав? Мне не хочется на эту тему уговорить, потому что когда очень долго вот в случае с Витимским я рассказывал о последствиях, там действительно были последствия, но там концентрация была во много-много раз больше. Поэтому сейчас поводов для волнения я считаю, нет. То есть, беспокоить людей предположениями, что будет, у меня нет ни малейшего повода, тем более, что речь идет, опять же, уже третий раз повторяю, о десятом по величине озере в Европе. То есть, концентрация, если это все рассосется в конечном безопасности или за научной ценности, это уже вопрос второй. Коллеги, последний вопрос. Валерок Олег, Музей геологии и доклипы, институт геологии. У меня два вопроса. Скажите, пожалуйста, Карпозера, если вы помните, в каком это районе, я знаю два Карпозера. Да, два, вы правы. Речь о том, который на границе с Ленинградской областью, то есть, по дороге Питер, Петра Павловска, Петрозаводской, извините. Петрозаводской. Через Оланец. Или через... Да, 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 боюсь сейчас собрать слово Оланецкий район, у меня крутится в голове. Если хотите, так сказать, я подробнее это дело, так сказать, восстановлю, без проблем. Вот, кстати говоря, у меня в архиве борозда от падающего тела в Карпозере. Как бы сказать, не случилось мне про него долго рассказывать. И еще вот состав грунта вот этого, что дайверы говорят, это ил, песок, находящийся в очень странном агрегатном состоянии. То есть, песок, если вы взорвете или выкопаете яму, в воде очень быстро снова сляжется и будет бесков. Этот существует в таком полувзвешенном состоянии. И если бы дело происходило в воздухе, а не в воде, я бы предположил что какой-то электростатический заряд воздействует. В данном случае у меня есть только один повод сказать, может быть, там какая-то гелеобразная смазка между песчинками поддерживает эту подушку. Но подчеркиваю, ответ находится вот здесь, а не у меня в голове. Я не знаю, что это такое. Спасибо. Скажите, а когда был результат проведения воды и грунта? Как только так сразу, чтобы они, как часто бывает, не ушли так фигурально выражаясь в песок, я намеренно хочу их раздать в разные лаборатории. Где-то затянут, а где-то может быть выдадут на гора быстро. То есть, это уже подчеркиваю, свою миссию я попробую. Дальше уже, так сказать, вопрос не ко мне будет. Коллеги, спасибо. Спасибо вам всем. Валерий, еще не попросил. Спасибо. То, что мы имеем все признаки классического падения, классического литерита, неожиданно, в виде сюрприза, такая природа преподнесла, особенности, которые никогда никто не встречал в мире. Наверное, если это рано или поздно где-то должно было случиться, очевидно, что это должно было случиться скорее всего в заслеженной России, чем в других менее холодных странах. Что это за все произошло? Особенности этого падения были связаны с тем, что взрыв происходил под острым углом и в результате взрыва сложились гидродинамические условия, вывораченные обломки, ожидаемо, они летят естественно в направлении движения, так оно случилось, по крайней мере, для части обломков, но некоторые обломки были прессованы в такой своеобразной красивой бабочке и до сих пор, пока не растают они там и будут, находятся на дне под основным проемом, провалом под основным местным взрывом, немножко по траектории подальше от воронки, где лежит наш космический гост. Как вы думаете, все-таки, если это метеорит, то это крайний метеорит? Скорее всего, я думаю, очень часто метеориты бывают в сочетании разных типов, и пока мы видим признаки как ледяного метеорита, к слову сказать, далеко не редкого, если в процентном отношении говорить о вероятности, такого падения, но редкого, потому что ни в одном музее мира, по очевидным вполне условиям, такого метеорита нет, и скорее всего, никогда не будет, конечно, в каких-то жарких странах, и если первый ледяной метеорит где-либо появится в музее, то, конечно, наша заслеженная страна и ее север имеют первый шанс это сделать. Вот сейчас шанс терпеливо ждет до весны ждет под дном выкозера. А вот, на ваш взгляд, как в дальнейшем можно действовать, чтобы достать объект? Технические моменты, то есть, технические проблемы подъема тела в масло порядка тонны не существует. Мало того, мы ехали, наша группа ехала с уверенностью, что мы это сделаем без труда. То есть, имеющимся арсенал несложных приспособлений, в кои входят, естественно, трос, лебедка, ну и, главное, энтузиазм и желание сделать подъем тела без тяжелой техники совершенно реально. Но мы отказались, приостановили эти подъемные работы, потому что поняли, что необходимо сделать паузу, у нас есть время до весны для этого, осмыслить того, что мы имеем, соответственно, проработать стратегию подъема, чтобы потом нам не было мучительно больно за, так сказать, скоропалительные какие-то ошибки, которые при экспромте, конечно, обязательно будут. То есть, подъем будет продолжен. Я считаю, что подъем нужно продолжить. Кем и когда это будет сделано, я не наставлю, чтобы обязательно было первенство за нами, я наставлю, что национальное достояние должно быть в России. А кто будет ответственным, кто возьмет на себя так сказать, курирование и руководство этой операции, я думаю, что таковые люди найдутся. если поймут, что речь идет действительно о чем-то важном, о чем, что природа или события дают шанс очень часто и очень, как бы сказать, мало шансов, что будет повтор. По крайней мере, за всю многовековую практику мировых поисков метеоритов и за мою скромную 30-летнюю практику ничего подобного в мире и в России не случалось. Поэтому, если шансы есть, очень глупо не воспользоваться. Спасибо большое. Это счетчик Гега. Я его принес только для одной цели, поскольку в крае в республике было много слухов о радиации, я извиняюсь, забыл, так сказать, много было всего вам сообщить, но одно мне настоятельно просили успокоить население, мы проверили радиационный фон воды, воздуха, снега, льда. Он находится ниже нормы в данном районе. Ну, по крайней мере, за эту опасность можно забыть, равно как и другие. Я специально принес его, чтобы доверяли не моим словам, а вот русские системы. Вы знаете, если будет необходимость, я задержусь, но вообще я бы хотел сегодня передать пробы и увести эти пробки в Москву. А какие материальные манитики? Если вы присмотритесь, вы увидите черные фракции. Ну, с большой долей вероятности, я думаю, что основной компонент это песок, это песок со дна, а вот черные фракции, если, так сказать, присмотритесь, они до боли напоминают Челябинский. Челябинский. Пусть это вывод сделают 10 микрорентген, это нежно мы учим. Причем дозиметр лежал естественно на москве и выше. Не сомневайтесь. Он лежит в данный момент на пробах взятых как раз с самого этого тела. поэтому, как бы сказать, хуже уже не придает. А он, закончив одно измерение, делает следующее. Они друг на друга не похожи, радиационный фон, он прыгающий. Но в любом случае он меньше того, на который следует. Даже обращать то есть спорить можно о чем угодно, но вот это, так сказать, очевидно, помнишь.